Здравствуйте! Сегодня в выпуске узнаем, как перевести банную печку на газ и зачем это нужно. Сегодня мне будет помогать Алексей. Вместе мы с ним разберем и посмотрим, как устроена газовая горелка, которая устанавливается в банную печь, какие элементы за что отвечают и как правильно ее настроить. Алексей, давай сначала поймем, зачем в принципе нужно печку переводить на газ. В основном баню переключают на газ только тогда, когда хотят сэкономить на топливе, то есть когда пользуются ей активно, много. Тут дело до экономии не доходит. Суть в том, что не хотят тратить время свое личное, потому что банную печь на дровах, как ни крути, нужно стабильно подкидывать. Чем печка сложнее, закрытый камень или большой вес имеет, надо долго топить и тебя привязывает печь к этому моменту, что ты не можешь отлучиться и так далее. Здесь все гораздо проще. То есть ты подошел, один раз печку ввел в эксплуатацию, запустил, выставил заданную температуру и можешь идти заниматься своими делами. В то же примерно время, как и обычная травяная печь, банная на газу будет тоже готова. Идешь уже и паришься. Существенно сокращается время, ну во-первых, на приготовлении дров, если ты сам колешь эти дрова, естественно принести в помещение. Не надо их хранить. Да, хранить. Плюс убирается ссор из бани. Ни сажи, ни копоти, все чисто, все абсолютно. Никаких, то есть нету эксплуатационных действий лишних. Неудобств вот этих связанных с использованием дрова. Потушил и пошел отдыхать. Любители бани, которые пользуются бани на дровах, они могут сказать, а как же запах березовых дров, как же вот эта составляющая? Надо двигаться в будущее. У нас уже электромобили, поэтому надо и на газу, и в бани переводить. Конечно, есть нюансы, но в целом эффект того, что ты прогреешься, главное эффект пара, ты получишь такой же. Опять же запах от свежих веников. Вот это все остается. Да, это все остается. Главное преимущество использования газовой горелки в банной печи – это удобство. Если есть возможность подключить в бане газ, многие этой возможностью пользуются. Для тех, у кого есть уже установленные банные печи, есть возможность также перевести вашу банную печь на газ. Для этого есть либо какие-то универсальные решения в виде горелок, которые устанавливаются в топливный канал, либо же, если у вас, допустим, печь производства ТМФ, то там есть тоже, опять же, универсальные готовые горелки, которые можно установить уже в установленную, работающую ранее на дровах печь. А вот уже внутри ассортимента есть отдельные нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе газовой горелки. Наверное, главный из них – это как раз энергозависимость. В общем, горелки именно у ТМФ делятся на два типа – энергозависимые и энергонезависимые. Соответственно, кто-то работает от ТСити 220 вольт, кому-то она не нужна каким-то горелкам. Если удаленное расположение у вас находится дома или дачи, и в целом газ есть, но постоянный перевод с электроэнергией, то можно рассмотреть, конечно, энергонезависимую. Во всех остальных случаях лучше ставить энергозависимую. Она работает гораздо понятнее, гораздо четче, и с ней меньше именно нюансов за слежкой. Давайте вернемся чуть назад и рассмотрим все-таки устройство газовой горелки, из чего она состоит, то есть с чем пользователю придется столкнуться при ее установке. Как упакована газовая горелка? Она идет в пакетах, подписан каждый элемент. Абсолютно, что это? Кстати, автоматика производства Италия, компания СИД, клапан 820 НОВА. Вот этот сам редуктор запакованный, идут датчики аварийные, идет сама пилотная горелка, соответственно, очень хорошее руководство по эксплуатации. Пульт управления запакованный, пластина, которая прикручивает саму горелку, газовая арматура, газовая рампа, и сами рожки. Ну и также, конечно, все метизы для крепления, в том числе пезо-рожек. Кстати, рожки тоже итальянские, компания Полидора производит. На самом деле, действительно, все просто. Это только на вид, наверное, вот такое сложное какое-то решение. В целом, Женя, оно технически сложное, но для эксплуатации все элементарно и просто. Что нужно для запуска газовой горелки фирмы ТМФ? Соответственно, открываем газовую рамку. В процессе, когда горелкой не пользуетесь, в бане не пользуетесь, газовая рампа должна быть закрыта на подвод газа к редуктору. Подводится он в редуктор вот с этой стороны. Да, это делают ребята-газовщики. Да, то есть здесь из завода стоит заглушка, которая при подключении газа уже с установленной газовой горелкой на печь, здесь происходит подключение сервисными службами обычной газовой, той же самой газовой магистрали. Один раз, грубо говоря, вызвали, вам установили, смонтировали, вы прочитали инструкцию, без этого пользоваться нежелательно само собой, и дальше пользуйтесь. В процессе использования. Открыли газ, газ пошел у вас к редуктору. Дальше вам необходимо с положения выключено, сделать в режим, ну вот он у нас был, сделать режим именно на розжиг. В этот момент у вас уже открывается подача газа на пилотную горелку, но газ еще не подается. В нашем регуляторе имеется три положения. Положение выключено, положение розжига и положение полного горения. Вот, соответственно, в режиме розжига вам нужно подать газ непосредственно на саму горелку принудительно, потому как у нас есть автоматика при потере тяги, при, грубо говоря, под затухание горелки, у вас газ перестает поступать полностью. Соответственно, вам нужно подать газ, именно принудительно, нажав на эту кнопку сверху, и запускаете горелку с помощью пьезоэлемента. Сейчас давайте покажем, как происходит работа пьезоэлемента. Давай. Да, вот. Вот она пилотная горелка, которая производит розжиг газа, поступающего в основные рожки, которые потом будут гореть, газ в которых будет гореть и нагревать топочное пространство. Так вот, соответственно, после того, как вы, держа газ, разожгли, вы смотрите в смотровое окошко, через которое вы, на самом деле, еще прежде чем растапливать, должны проверить тягу, наличие тяги. То есть, до всего, до того, как открыли газ, открываете смотровое окошко, проверяете это спичкой, зажигалкой. Если пламя засасывается внутрь, соответственно, тяга есть, тяга все в порядке, можно растапливать. После того, как открыли газ, включили режим розжига, разожгли, держите газ в течение 5-20 секунд, чтобы у вас пилотная горелка нагрела датчик температурный, аварийный, который, соответственно, после прогрева уже открывает подачу газа непрерывную автоматически. Вот этот температурный датчик, он соединен с редуктором, медной трубкой, и после того, как он нагреется, уже только после этого газ будет подаваться в сами рожки, вот по вот этой металлической трубке. Правильно? Да. Надо еще обговорить такой нюанс, что прежде чем запускать основной режим розжига, то есть пилотную горелку, а переводя в основной режим розжига, на пульте управления, который у нас имеется, мы еще об этом сейчас покажем, нужно выставить заданную температуру, и она должна быть выше, чем в помещении, чтобы клапан смог открыть подачу газа непосредственно самую главную горелку. Вот так выглядит пульт управления. У него имеется кнопка включения непосредственно. Без него ничего мы не запустим, как минимум саму горелку. Соответственно, переводя вот в режим включено, выставляем температуру, которую нам необходимо получить в бане, ну, допустим, сразу на 50 градусов, можем приступать к розжигу основной горелки. Здесь в этом пульте установлен, во-первых, предохранитель, предохранитель, а также установлен датчик температуры, который нужно вывести в парильное помещение. Да, тут здесь... Сейчас попробуем. Длиной, по-моему, он 2 метра. То есть, этот пульт должен находиться непосредственно возле парильного помещения, для того, чтобы контроль температуры был актуальный, адекватный. Здесь сам корпус пульта скреплен на двух винтах. Да, его разбираете. Перед тем, да, как его установить, разбираете, аккуратно достаете эту медную трубку. Она наполнена газом, поэтому проводить ее нельзя. Аккуратно ее разматривать. Ну, в целом, кто вставил себе котлы твердотопливные, у всех пультов управления обычных стоят такие термопары. Это стандартная вещь, которая работает уже очень много лет. Сам пульт подключается к редуктору у нас с помощью трех клемм. Да, смотрите, паспорт, там все указано, какой провод, куда. Кремник подписан. Также есть у нас, соответственно, датчик потери тяги. Он устанавливается внутри, за пластиной, именно на месте, где подается воздух. Сейчас поджиды, доберусь за него. Соответственно, грубо говоря, пока он холодный, он понимает, что с тягой все в порядке, он охлаждается, газ подается. Если только у вас вдруг произошла потеря тяги, у вас датчик просто сразу автоматически нагревается и размыкает контакт на подачу газа. На горелку. Тяга у нас ушла, получается, да? У нас получается, да. Это размыкается полностью подача газа, соответственно, перестает вот этот датчик температуры у нас нагреваться, он охлаждается и перекрывает полностью всю подачу газа на всей горелке сразу. Она полностью уходит в режим выключена. В целом, газовые горелки отличаются мощностью благодаря чему? Потому что есть разная длина рожков. Соответственно, под разную печку, печка, соответственно, на маленькую кубатуру, там, до 12 кубов и до 18, они отличаются длиной. И, соответственно, под эту длину должна быть определенная горелка. И горелки, они отличаются именно длиной рожков. Автоматика и пластины, все остается тоже, просто увеличивается длина рожков. Она у нас идет в исполнении 26 кВт и 31 кВт. Ну, здесь это, получается, рожки изготовленные из жаростойкой нержавеющей стали. В верхней части рожков находятся небольшие такие щели ламили, откуда выходит газ. Поджигаем его с помощью пилотной горелки. И горелка работает. Алексей, ну давай в двух словах повторим все, что мы перед этим сказали. Проверяем тягу. В первую очередь, открываем кран подачи газа на горелку. Переводим ручку в режим крожика. Вот такой, с искрой. Соответственно, нажимаем на нее, подаем газ принудительно, нажимаем на кнопку. Видим, что там загорается пилотная горелка. Там будет свечение, его видно. Дерываем в течение 5-20 секунд. Отпускаем. Если она продолжает гореть, значит, все в порядке. Смотрим на пульте управления. Мы выставляем заданную нам температуру, которую мы хотим достичь в парилке. Температура не должна быть ниже, чем сейчас. Если у вас там плюс 30 или плюс 40, вы недавно топили, то, соответственно, если вы сделаете 30, она не включится. Дальше, выставив температуру необходимую, вы уже можете переводить в режим постоянного горения. Большое пламя, да? Да, в этом случае горелка уже знает, что она работает, что у нее все в порядке. Она зажгет основе горелку. И, что самое удобное, в целом, почему ей нравятся газовые горелки, что она будет поддерживать эту заданную температуру в принципе сколько угодно. Вот вы ее включили, хотите, чтобы было в парилке 80 градусов, стабильная температура, она в диапазоне плюс-минус 5 градусов будет включаться и выключаться. Соответственно, это очень даже удобно именно в эксплуатации. А диапазон регулирования температуры от 30 градусов до 120. Ну вот у нас есть здесь еще клапан от газовой горелки, которая энергонезависимая. Давай в двух словах расскажем, чем они отличаются. В принципе, основная механика работы газоредуктора она точно такая же. Единственное сильное отличие, это имеется у нас возле пилотной горелки небольшой вот такой стержень, который по сути вырабатывает небольшое электронапряжение, электричество, которое непосредственно подает уже напряжение на наш электромагнитный клапан. И когда нам нужно или не нужно, он открывает или закрывает газ. То есть пока горит огонь, вырабатывается электричество и горелка сама себя обеспечивает электричеством, необходимым для управления. Все, что мы сейчас сказали, касается печей производства ТМФ и конкретных моделей горелки. Это Сахалин. Сахалин 1, Сахалин 2. Которая рассчитана на печи, опять же, Уренгой и Таймыр. Но также есть доступные в продаже, в том числе в нашем магазине, газовые горелки, которые можно будет установить на другие банные печи. Вы можете обратиться в любой из наших магазинов, сказать, какая у вас печь, либо которую печь вы хотели бы приобрести и установить на нее газовую горелку. Продавцы-консультанты обязательно вас проконсультируют о возможности применения той или иной горелки к вашей конкретной печи. Да, тут еще надо понимать, что в целом гораздо удобнее и приятнее пользоваться, допустим, печкой, подготовленной именно для газа. Как ни крути, вещь, которая придумывалась для чего-то конкретного, это лучше. Потому как в целом, даже внешне, это гораздо приятнее. У вас газовая горелка будет спрятана за красивым стеклом. Нажимая на кнопочку, он открывается. Вся арматура у вас находится здесь. Ее здесь практически не видно в процессе эксплуатации. Стекло обычное, просто немножко тонированное. Да, но оно как-то не жаростойкое, недорогое. Вот. И в чем нюанс? В любом случае, не все печи прям поголовно подходят под газ. Соответственно, печка должна быть герметичной. У нее не должен быть нигде сверху подсосов или там зазоров или трещин. Соответственно, иначе будет подсос воздуха, это опасно. Ну и при этом, ни в коем случае не должно быть сольного ящика и колосника. То есть подача воздуха под горилку должна быть беспрепятна навсегда. Тоннель в газовых печей ТМФ идет отдельно от самой печи. Непосредственно. В комплекте идут анкера для крепления тоннеля к стене. Соответственно, он устанавливается на стенку, печка выставляется непосредственно в парилке. О, давай, пока не будем его устанавливать, внутри посмотрим, как устроена печь, которая разработана специально для работы на газе. То есть здесь у нас нет колосника, в принципе, даже нет места крепления для него колосника. Это нет зольного ящика, вот это зольного пространства. И поднимем камеру вверх, сразу упирается камера в дно каменки, потому как оно максимально опущено ближе к горелке. Слева и права это канавы для отхода горячих газов. Ну и, конечно, дно каменки, которое максимально эффективно прогревается пламенем газовых горелок. Здесь мы имеем два приваренные болта, две шпильки для крепления с собой площадки газовой горелки. У газовой горелки там имеется негорючий материал для уплотнения, чтобы не было подсоса воздуха. Это все прикручивается и давай прикручиваемся. Давай. После полной сборки по паспорту самой газовой горелки с рампой рожков сюда устанавливается не горючая ткань и уплотнение и вставляем газовую горелку в петель, после чего ее прикручиваете. На этом монтаж горелки закончен. Ноже сверху мы надеваем имитацию топливного канала, да, получается? Да, ну, либо это сразу можно сделать. Горелку можно установить и с топливным каналом и без него он не мешает. Как удобно. Видит. Смотрится это все вот таким образом. Если вам нужно разжечь, нажимаете, она открывается. Открываете сначала ампулу, подачу газа и разжигаете. Порой создается ложное впечатление о том, что банная печь на газе безопаснее банной печи на дровах. Многие наши клиенты, приходя за банной печкой на газу, уже поставили себе в дом котел. И, как правило, это настенный газовый котел, у которого метр трубы в стену, снаружи он холодный, легкие пары с трубы, все замечательно. Он говорит, я поставлю печку в подвал, выведу трубу под углом в сторону, у меня будет работать. С газовыми печами для бани так не работает. То есть, дымоходы должны быть такими же, как у обычной баны печи. И даже в целом к этому требованию чуть выше. Здесь нельзя уже схалявить, поставить 2 метра трубы, только выведя закровлю, и на этом будет достаточно. Тяга должна быть обеспечена абсолютно. Иначе у вас будет просто постоянные проблемы, перебой, она будет затухать. То есть, необходимо соблюдать по паспорту высоту дымохода, необходимо делать так, если вы пользуетесь ею зимой, он должен быть утеплен, и, конечно, он желательно должен быть аустенитным. Дымоход лучше использовать из аустенитной стали. Кстати, у нас в ассортименте он тоже есть. Дымоход УМК, заходите на сайт, смотрите, изучайте ассортименты, цены. Все это есть, все можно скомплектовать очень просто. Несмотря на то, что печь газа, вы таким же элементарным образом можете поставить на нее бар для воды, для нагрева, хоть теплоаминник натрубный, и, в принципе, с таким же временем, в районе двух часов, вода будет абсолютно горячая, кипяток, можно будет ее использовать для бани, для мытья. Выхлопные газы, на самом деле, у нее довольно горячие, потому как горелка большая, 32 кВт, 35 кВт, это большая мощность, она необходима для того, чтобы нагреть нам нужное количество камня до высокой температуры для хорошего, легкого пара. Это неизбежно, и поэтому труба довольно горячая. Мы уже говорили о том, что в ассортименте многих производителей есть газогоревочное устройство, которое устанавливается на печь банную, но при этом изначально банной печи были рассчитаны на работу на дровах. Все же мы в магазинах Форнакс рекомендуем сразу приобретать печь, рассчитанную на работе на газу. Преимущество печи, которая разрабатывалась под газовую горелку, их как минимум три. Во-первых, это внешний вид, потому как вы не видите газовую горелку, изначально она вас не выпирает. Во-вторых, это вы не сможете ее случайно повредить, находясь в парилке, в предбаннике, соответственно, вы будете этим пользоваться не один год, и чтобы не повредить, она спрятана за стекло. И в-третьих, печка, разработанная под газовую горелку, выполнена таким образом, что у нее дно каменки находится максимально приближено к газовой горелке, и, соответственно, языки пламени его полностью омывают, и у вас лучше прогревается камень, и лучше прогревается печь, соответственно, быстрее нагревает помещение. Не все печи выполнены по такому типу, так как горение доф сильно отличается от газового горения, и в этом есть второй нюанс. Еще один момент, на который следует обратить внимание при выборе газовой горелки, это расход газа. И конкретно, например, вот эта горелка, рассчитанная на работу в печах уренгой, до 18 кубов парильного помещения, она воспотребляет максимально 3 или 6 кубов в час. В максимальном режиме работы, когда тепловая мощность печи будет около 30 кВт, 32 кВт, будет примерно 3,6 кубов в час. Попробуем сделать небольшое резюме. Первое. Если у вас есть дровяная печь, и вы хотите пользоваться газом, все реально, нужно только убедиться в том, что газовая горелка подходит к вашей банной печи. Второе. Если вы планируете изначально приобрести банную печь, работающую на газе, лучше сразу обратить внимание на печи, которые были изначально спроектированы для работы на газе. Ну и третье. В установке газовой горелки в пользовании печью, работающей на газе, нет ничего сложного. Нужно лишь правильно все установить. Для этого есть специальные монтажные организации, которые занимаются подключением устройств, работающих на газе, к газовой магистрали. Также они могут вам ее настроить для первого запуска. Ну и конечно же читайте инструкцию, читайте руководство по эксплуатации. Там указана вся информация необходимая для того, чтобы соблюсти все условия для правильной установки и правильной эксплуатации баны печи. В целом стали гораздо больше людей приходить в магазин и обращать внимание, что есть возможность, они даже не знают этого, что есть возможность установки печи на газовой горелке. И это все уже развито до того, что есть модельный ряд, который вам предоставляет разные режимы бани, соответственно, не только там в дровяных, которые сейчас находятся. Ну и как бы удобство пользования вполне себе на высоте. Единственное, что рекомендуем, конечно, пользоваться горелками с автоматикой, с системами безопасности. Это гораздо все-таки проще с пультовым управлением, нежели есть горелки дешевле, в том числе линейки от МФ. Они более простые, разжигаются по-простому и никакого автоматического регулирования температуры там нет. Итого, газа не нужно бояться, газ это довольно удобно и экономично, ну а если сравнивать его с электричеством, то здесь экономия просто в разы. Ну что ж, Алексей, спасибо, было очень интересно услышать о устройстве газовой горелки, о принципах ее работы. Я думаю, основные моменты мы все осветили. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях к этому ролику, либо же задавайте их в соцсетях. Ну а также будем рады видеть вас в наших магазинах Фарнакс в городе Новосибирске. Заходите в гости, мы на месте все покажем, расскажем. Обязательно поможем выбрать банную печь, работающую как на газе, так и на дровах. До новых встреч, друзья! Счастливо! 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 Продолжение следует...